Актерский квартал может стать достопримечательным местом Ярославля. Официально. Присвоением статуса уже занимаются в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. Напомним, 12 июня в День России под видом реконструкции начался снос одного из девяти домов. Собственница здания посчитала, что может себе это позволить, без разрешения, в буферной зоне ЮНЕСКО. К счастью, вовремя спохватились жители квартала, актеры Волковского. Живым щитом встали на пути у экскаватора и остановили снос. Позже выяснилось, владелица нарушила закон. Теперь ей грозит штраф от 15 до 200 тысяч рублей. А вот с восстановлением пока не все так однозначно. Здесь еще помимо всех необходимых обязательных процедур, которые установлены градостроительным кодексом, еще необходимо уведомить ЮНЕСКО, подготовить отчет воздействия работ на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В существовании любой деятельности на этой территории необходимо соблюдать проект зоны охраны и требования международного законодательства. После присвоения статуса достопримечательного места весь актерский квартал получит защиту от подобных инцидентов. Регламентами можно будет прописать конкретные виды разрешенных работ, отмечают в департаменте. Сейчас к так называемым Топтыгинским хуторам повышено внимание со стороны общественности. Острый вопрос сегодня обсудили на заседании комиссии областной общественной палаты. Эксперты сходятся во мнении, что это единственный актерский квартал на всю страну. В нем большой туристический потенциал и его, безусловно, нужно защищать и развивать. Это такая возможность, которая может создать еще новое место притяжения туристов, если действительно там сейчас совместно с руководством области города повысить его значимость. Мемориальные доски какие-то повесили, для того, чтобы это стало таким местом, куда бы возводились экскурсии. Сейчас задача у нас такая. Во-первых, постараться, чтобы эти девять домов под какую-то охрану пошли. Второй момент. Хотелось бы, что та дама, которая так легко экскаватором ломала, причем в день России начала ломать, не надо сильно на ней издеваться, дать ей право восстановить это здание. Пусть она в нем живет, что угодно внутри перестраивает, но внешне он должен быть похож на те остальные, которые рядом стоят.